Наверное, где-то в середине XIX века, но особенно в веке XX в искусстве, если брать его очень широко, стало нарастать его величество субъективность. Людям наскучил классический канон. Так всегда бывает в действительности с любой истиной, потому что канон, неважно какой это канон, живописный, музыкальный или философский, всегда содержит в себе некоторую истину. И эта истина сначала является шоком и вызовом. Постепенно она в культуре становится нормой, а потом из этой нормы начинает перерастать в пошлость. Она становится ограничением. И вот когда, я пытаюсь максимально широко рассуждать, и вот когда классический канон стал ощущаться как ограничение, ну, все, кто интересуется искусством, уж точно знают, что тогда возник со скандалом импрессионизм, за ним последовали, в общем, художники-постимпрессионисты, из которых уже нельзя объединить в какое-то единое течение. Возник его величество субъективизм. В общем, главный лозунг искусства и творчества XX века. «Вся беда в том субъективизма», что он бывает разный. Вот это моя живопись. И даже не удивляйтесь, потому что кто-то из поклонников с автографом унес такую же табличку с лекции. И мы говорили, как бы пытались говорить о том, что существует мир трансцендентного нереальности, который с одной стороны людьми интерпретируется как безумие, а с другой стороны, как откровение, как божественное знание. Так вот, самое удивительное, что на этой простейшей схемке можно обнаружить два разных субъективизма. Обнаружить их легко, если пользоваться воронкой Розанова. Я напомню, он говорил, что когда он в своем сознании перекрывает свою общественную воронку, то есть воронку, обращенную к взаимоотношениям с людьми, вот с этими прыгающими, блохами, ему открывается воронка в другую реальность, к Богу или к подлинному «я». Соответственно, я бы сказал, что и субъективизма бывает два. Вот здесь, в этом месте, мы все время путаемся. Дело в том, что бывает субъективизм, связанный с погружением во внутреннюю бесконечность, к этому самому личному Богу или Богу-философу, в конце концов, к субъективизм, связанный с погружением в бесконечность национальной веры, в нашем случае православия. А бывает субъективизм, обращенный только и исключительно к другим людям. Это субъективизм равенства. Уж, простите меня, субъективизм прыгающих блох, которые все стараются прыгать на одну высоту. Вот когда художник, пытаясь передавать субъективное, начинает опираться на такие понятия, как цепляет, не цепляет. Ну, то есть, публику надо зацепить. Это означает, что я пытаюсь сосредоточить свое внимание здесь, внутри банки, и думаю, чем же его зацепить? Или чем же его шокировать? Чем же его поразить? То это, в общем, уже не является, вот вы только задумайтесь, такой уж субъективностью. Потому что этот художник пытается проявить не столько субъективность, сколько то, что мы называем оригинальностью. А это совершенно другое понятие. Я хочу одновременно зацепить вот этих прыгающих блох и одновременно пытаюсь найти свое отличие от них. Но вот это самое отличие, вот это самая оригинальность. В веке субъективности как раз и является одной из характеристик равенства, то есть прыгающих блох. Дело в том, что не я один, а решительно все хотят быть оригинальными и отличаться один от другого. Каждый хочет произвести некоторое самостоятельное высказывание, но это самостоятельное высказывание снова должно обязательно цеплять другого и оказывать на него влияние. Собственно говоря, вот эта самая оригинальность и есть планка, выше которой никак не может подскочить блоха в банке. Как ты не прыгай, все равно для того, чтобы создать произведение искусства, а не оригинальное творение, нужно выйти куда-то вот в эту плоскость, плоскость трансцендентного, которая находится внутри меня, поэтому она субъективна. А это, в свою очередь, для культуры прыгающих блох, как вы помните, является чертой безумия. И от безумия, собственно говоря, будет отличаться только одним, и это самое важное. Оно будет отличаться сложностью проработки моих переживаний. Мираб Мамардашвили говорил в вильнюсских лекциях, что если человек сможет тщательно расспросить самого себя, то он, пожалуй, откроет там внутри целую Вселенную. И добавлял, это, конечно, дословная цитата, что это почти невозможно, потому что требует на длительное время отказа от мира. Я сначала пытаюсь познать и детализировать что-то глубокое в себе, а потом, имея этот смысл, это переживание, если хотите, это откровение, почему мы боимся этого слова, я начинаю искать язык изобразительный, музыкальный, художественный, с помощью которого я хочу передать это знание другим. Как только моей задачей становится эпатировать, эта задача мгновенно сразу превращается в пошлость, минуя вот этот самый этап преобразования истины, из шока в очевидность. Я хочу сказать, что мы были с вами на выставке, которую я считаю, которую я по идеологии считаю продолжением мысли дадаистов. Так вот, еще дадаисты с удивлением заметили, что они хотят напугать публику, вызвать у публики отвращение, в первую очередь самой собой, этой самой публикой, ее образной системой. А как мы говорим сегодня, пипл радостно хавал их произведения искусства. Просто некоторое время эта якобы шоковая эстетика казалась еще тому пиплу 20-х годов прошлого века отражением самой себя. Но дальше даже этот эффект постепенно прекращается. По той простой причине, что поток стереотипной пошлости способен остановить любое искусство. Чуть посложнее. Вот почему искусство становится похожим на безумие. Дело в том, что человек, который испытывает некое необычное переживание, некое необычное переживание, которое он считает болезненным, пугается его и пытается воплотить в образах привычной реальности. Он тоже не проделывает некоторой обработки своего переживания. Он тоже хочет чувствовать, как все. Не его видение, а то, как он обрабатывает этот образ или эти свои чувства, мы называем психическим заболеванием. И художника преследует ровно то же самое желание. Он тоже должен, он тоже хочет быть таким же оригинальным, как все. Он тоже, как все, хочет удивлять публику, потрясать ее воображение. То есть он тоже хочет воплотить какие-то свои чувства в образах вот этой самой реальности банки-блох. При этом он еще художник, в отличие от человека, страдающего психическим расстройством, он еще и с радостью примет мою метафору и скажет, «Да-да, блохи, они блохи, а мы вот тут гениальны». Только после того, как его произведение в очередной раз не купят, он пойдет напьется. Хотя вроде как выполняет какую-то великую функцию. На этом заканчивается все величие. Характерная примета. И тому, и другому искусству начинают требоваться подписи. Просто потому, что то, что рисует современное искусство, до такой степени является карикатурой реальности или подражанием ей, что без подписи человек просто не понимает происходящего. Он говорит, «Ну и чё?» И, собственно говоря, снова ничего оригинального в этих моих размышлениях нет по одной простой причине. Это два разных классических взгляда на искусство. Взгляд Аристотеля, который считал любое искусство и любое творчество мемесисом, подражанием реальности. И Платона, который считал искусством только то, что не подражает реальности, а пытается вспомнить, припомнить мир вечности, мир идей, который живет в глубине субъекта. Вот когда человек пытается подняться на этот уровень и прорабатывает его, искусство превращается в искусство. Оно может быть сколь угодно сложным, сколь угодно непонятным. Мы подходим к картине и чувствуем, что эта картина подлинная, потому что она сообщает нам про что-то. Нам есть куда углубляться в эту картину или есть куда расти к ней. Так ли мне нужно только искусство, которое подражает мне? А мне все больше и больше кажется, что вот это искусство подражания мне как раз и является современным искусством. только тогда, когда оно носит миметический характер и пытается изобразить меня, мою грубость, мое хамство, мою сексуальность бесконечно. Я думаю, что в человеке нет столько сексуальности, сколько ее нарисовало искусство. Оно искусством быть перестает, потому что все равно не бывает искусства без откровения. А какие-то попытки современных художников, я только достаточно известных помню, Леницкого, Кандаурова, Провоторова, обнаружить духовную составляющую, они не то чтобы не популярны. Они упираются в мысль, нам надоели очевидные, их популярность упирается в мысль, нам надоели очевидные истины. Выясняется, что невероятно сложно совместить одно и другое. Сделать какие-то вечные, трансцендентные истины неочевидными. Но мы до такой степени, как мне кажется, устали от пошлости подражания себе. Что, как мне кажется, стоит ожидать того, что у нас, наконец, появится подлинное искусство. Искусство, желающее потратить время на глубокую проработку своих собственных чувств, которые как были в человеке, так и остались. Все ведь зависит от того, почему я так люблю этот пример из Розанова, куда повернется наше внимание. К Мимисису? Или все-таки к существующему миру идей? Поэтому мне кажется, что пошлость достигла такой степени, что остается жить только надеждой на то, что устал от этого не только я один. Продолжение следует...